Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение Лену Ланге. Немножко поговорим про прямой эфир её совместный со стюардессой, а также о заявлении Лены, что она планирует делать себе выходной от социальных сетей. И одна из основных причин, почему? Потому что Лена просто-напросто завидует более успешным подружкам. Но обо всём по порядку. Как всегда уточняю, что видео несёт развлекательный характер, и здесь я высказываю своё личное субъективное мнение. Сначала Лена стала рекламировать у себя в Инстаграм, приглашать всех на прямой эфир, чтобы, это цитата, познакомить нас с Юлей, рассказать, кто она такая. Так и хочется Лене сказать, что, Лена, если что, мы не страдаем все поголовно склерозом. Мы прекрасно помним, кто такая Юля Стюардесса. Ты нам её целых четыре, по-моему, ролика показывала. Подряд причём. Я помню этот период, тогда мне пришлось уже называть свои видео, свои обзоры на Лену, как Стюардесса атакует. Потому что, по сути, Лены самой в этих видео не было. Нам показывали на регулярной основе Стюардессу. Сразу Лена рассказала в первом ролике, что она Стюардесса. Это уже к четвёртому, к финальному ролику выяснилось, что она ещё коуч, психолог, преподаватель английского языка, проводит марафоны. Девочки, все приходите, срочно записывайтесь. Сейчас Юля Стюардесса, психолог-коуч, вас прокачает на марафоне. Ну, я думаю, все также помнят, чем закончилась вся эта история. Реклама у Лены Ланги, этой бедной Стюардесси Юли, пришлось закрыть свой Инстаграм-профиль. И подписчиков у неё стало меньше, чем до рекламы у Лены. Сейчас же Юля из-за коуча, психолога, стюардессы, преподавателя английского и прочего, переквалифицировалась в демонстраторы одежды. Я специально не использую слово «модель», но не подходит оно сюда. Не поворачивается. У меня язык назвать модель то, что происходит вот эта вот реклама и показ вещей в магазине у Брэндовны. Поэтому я бы скорее обозначила то, чем занимается Юля. Это демонстрация одежды на Ютубе, чтобы продать побольше и побыстрее. Так как Ольга у нас в США отсутствует, Лена в Мексике отсутствует, а одежду кому-то показывать нужно, иначе никто просто не будет покупать. Давайте еще буквально пару слов скажу по поводу прямого эфира. Я сделала попытку его посмотреть на 46 минут зрелища. Я выдержала, наверное, первые 15 минут, но больше меня не хватило. Сейчас расскажу почему. Юля вышла в прямой эфир. Лена опоздала. Кстати, прямой эфир Лена проводила уже не на своем основном инстаграм профиле, а именно в профиле магазина. То есть Наташа все-таки считается из Лос-Анджелеса, которая птицей рангом повыше. Ее Лена рекламирует у себя в основном профиле, а вот стюардессу Юлю как наемного работника уже можно знать про нее и в профиле, где 4000 подписчиков, а не 28, как у Лены. Юля, которая стюардесса в этом прямом эфире, играла роль сладкой, позитивной, счастливой девочки. Благодарила Лену, что та дала ей возможность наряжаться в бренды. Сама же Лена, судя по всему, недолюбливает немножко эту стюардессу. Во-первых, поза. Если кто-нибудь смотрел этот прямой эфир, вы заметили, как сидела Лена, в какой позе. С Наташей она себя так не вела, такие вопросы не задавала. Больше всего мне понравился вопрос, когда Лена спрашивает, А как отреагировал твой муж и твои домашние, когда ты стала ярче краситься и перестала быть серой мышкой? У меня отвалилась челюсть, девочки. Вся такая добрая наша, позитивная Лена, ну, фактически оскорбила человека, замаскировав это под вопрос. То есть, с макияжем, да, ты неплохо выглядишь, девочка, а вот без макияжа твоего яркого, ты серая мышка. Зрители, которые были на этом прямом эфире, тоже повелись на этот вопрос и стали уточнять, что развиты была серой мышкой и прочее. Это что было? Это была женская зависть со стороны Лены. Там было то, что Юля сейчас ее подчиненная, а Лена как бы босс, да, потому что магазин все-таки ее мамы. То есть, что это было? Такой вопрос, конечно, каверзный, и человека скорее, наверное, оскорбит, нежели ты сделаешь ему комплимент таким вопросиком. Тут же Лена поинтересовалась у Юли, а училась ли она стилю. То есть, Лена признает, что комплекты собирать в их магазине и вообще по жизни одеваться, Юля умеет чуть лучше, чем семейство брендовных. Возможно, еще и здесь кроется ответ на вопрос, а нет ли зависти. То есть, если Юля красится лучше, одевается лучше, а именно к этому сейчас и стремится Лена. То есть, она нам частенько показывает свой макияж, свой образ дня, она старается стать, как она говорит, девочкой-девочкой, а у Юли вот уже то ли врожденный дар, то ли насмотренность, то ли что, но и у Юли даже в рамках, как всегда Лена говорит, серы Екатеринбурга, это уже получается лучше. И на этом, собственно, просмотр мой этого прямого эфира закончился. После того, как Юля сказала, завернула целую тираду по поводу защиты окружающей среды. Не знаю, как это относится конкретно к магазину брендов Ольги Брендовны и к демонстрации одежды, поэтому я покинула данный прямой эфир, поняв, что, наверное, там ничего интересного не будет, а будет все очень скучно. Кстати, писали мне, что у меня стали немножко пресными обзоры на Лену, без каких-то приколов и прочее. Девочки, ну а что я могу сделать? У Лены очень пресное сейчас видео, она чего-то такого интересного, чтобы можно было потроллить, не вытворяет. У нее все скучно, пресно, и даже моя муза, наверное, никто его еще так не называл, так вот, моя муза, Майкл, покинул Ютуб и так и не вернулся. Выходил бы хотя бы раз в неделю на Ютуб Майкл, я бы вам такие обзоры снимала. Но вот, а что можно снять на неинтересные видео Лены? Поэтому и вам, и мне придется терпеть, пока, наконец-то, у Лены не пойдет какая-то движуха и все не перестанет быть таким сереньким и тускленьким. Ну, либо пока не вернется Майкл. Майкл, вернись, я все прощу. Давайте еще быстренько пробежимся по ролику на Ютуб. Лена нашла способ сделать всех счастливыми и больше никто на нее не обижается. Первым делом Лена показала нам свой комбинезончик с плащом, то есть образа. Это она уже показывала в Инстаграм. На Ютубе она уточнила одну деталь, что у нее мокрые волосы, потому что только что они вернулись из аквапарка. Значит, посещение аквапарка и вот этот день, когда она в этом комбинезоне и плаще ехала за покупками, это один и тот же день. То есть мы возвращаемся к тому, что два дня Лены где-то не было. Где-то она там шифровалась. Дальше по видео Лена пытается нас убедить, что в аквапарке мокро и страшно оставлять телефон, поэтому она не снимала. И именно поэтому ее не было в сторис. Но нет, аквапарк это вот как раз-таки тот день с комбинезоном. До этого отсутствует два дня. То есть нас и Лена не ведешь в заблуждение. Даты не сходятся. И по-хорошему можно было бы сказать, что человек решил отдохнуть, там два дня не снимать. Но нет, прошлый ролик вспомним. Лена нам показывает Тулум. Делает вид, что она еще раз поехала в Тулум. Но смотрим это свежее видео, что Лена нам говорит, что на прошлых выходных они были в Тулуме, а на этих выходных в аквапарке в Канкуме. То есть Лена чуть-чуть подзабыла и сама же призналась, что в Тулуме они не были на этих выходных. Но видео она сделала. Сторис она запостила старые и сделала вид, что она в Тулуме. То есть если человек так шифруется, не просто отдыхает от Инстаграм, как она сказала, и от Ютуба, а все-таки что-то выставляет, но выставляет старый материал, еще и геолокацию ставит Тулум, то, наверное, это неспроста. То есть это я все к чему длинная тирада, что что-то там Лена в эти два дня секретное делала. Ну, наверное, рано или поздно мы об этом узнаем. Так вот, какой секрет-то Ленам, 34 годика, дети сколько? 10 и 8 лет. Какой секрет она поняла к этому возрасту своему и возрасту детей? Что, когда ты с детьми идешь в парк развлечений, нужно развлекаться с детьми и развлекать детей, уделять им внимание. Откровение. Не в телефоне сидеть, как раньше делала Лена, а уделять это время детям. Опять же, откровение. Еще Лена нам сказала, что теперь каждое воскресенье будет делать выходной от социальных сетей. И вообще, посоветовала всем с утра не начинать свой день с Инстаграма, потому что это демотивирует. Да и выходной, по сути, Лена планирует делать от социальных сетей не только потому, чтобы уделить больше времени семье, а потому что, как сказала сама Лена, у нее портится настроение и у нее негативные эмоции. От чего? От того, что она что-то хочет сделать. Она заходит в Инстаграм и видит, что какая-то ее подружка это уже сделала и у нее получилось круто. Здесь остается только догадываться, кому же так завидует Лена, что расстраивается после просмотров профилей в Инстаграм. Либо это Женя Гейн, которой Лена писала комментарии, личные сообщения. То есть, Женя на яхте, в Америке, такой веселый образ жизни, а не вот это вот все, как у Лены. Либо все-таки Лена позавидовала своей бывшей подружки, Алене Алине Шиховой. Я буквально вот вчера делала ролик про нее, что виза подходит к концу, а никто там никуда выезжать не планирует. И девочки мне написали в комментариях, я эти стольки пропустила, что Алена, оказывается, либо Алина, зарегистрировала фирму на территории Соединенных Штатов. И по этой причине, как владелице бизнеса, ей можно поменять визу. Поэтому вполне вероятно, что Лена завидует именно ей. Потому что сама Лена, посмотрите, сколько два или три тура у нее было за женихами, она видела единственный способ переезда, это выйти замуж. Через мужика. Других вариантов Лена даже не рассматривала. А тут какая-то подружка, еще и моложе, чем Лена, поехала в карантин, организовала фирму, все устроила замечательно, и не пришлось ей пилить на YouTube сто и один ролик, как я хожу по свиданиям, а потом убегаю от Майкла. Ну и последнее на сегодня. Лена сказала, что в мае у них в магазине будет распродажа. Это важно, потому что на всех их распродажах всегда присутствуют либо Ольга, либо Лена, либо они вместе. Поэтому, вероятнее всего, к маю Лена все-таки доберется до Екатеринбурга, конечно, если это не случится раньше, в апреле. На этом все. Пишите, что думаете. Всем пока.